Друзья мои, всем привет! Рад вас снова видеть! Что-то, если честно, я затянул с этим видео уже где-то, наверное, недели-полторы, как ко мне приехали все причиндалы для создания большого аквариума. И я все, ну то не было времени, то по тех или иных причинах оттягивал со съемкой и монтажом этого ролика. Я уже давно проспойлерил то, что на канале в ближайшее время будет склейка, ну полностью от А до Я, склейкой создания большого аквариума трехметровой длины на 1800 литров. Вся система вместе с сампом будет порядка двух тонн, 2200, что-то такое. И в общем уже все давно-давным заказано и практически вот на днях уже должно приехать стекло. Металлокаркас уже давно сварен и подсыхает после грунтовки и покраски. Сегодня я вам покажу всю мелочевку, с помощью которой мы будем клеить этот аквариум. Ну, в общем, я не буду сейчас ничего рассказывать, все дальше в видео увидите. Но перед тем, как приступить непосредственно к самому ролику, перед тем, как запустить заставочку, хочу сделать небольшую ремарку. Друзья, дело в том, что у меня на сегодняшний день есть уже начатые три работы. Одна из них о скатах, то есть это не просто рассказ о скатах, либо банальная съемка ската в аквариуме. Это рассказ о скатах, о их содержании, о их рождении, о их разведении, о способах их содержания, о том, чего ждать от ската и в каких условиях вообще его нужно содержать. Видео достаточно трудоемкое, и если вы хотите, чтобы оно вышло как можно быстрее, пишите обязательно об этом в комментариях. Еще как-то несколько человек просили меня нарисовать проекты сампов и задавали вопросы насчет наполнителей. Друзья мои, я тоже начал снимать материал. Есть уже некоторые материалы, снятые по этой теме. То есть я там хочу создать ролик, в котором раскрою свое видение наполнителей для сампа. Там губки, керамзит, лава, всякие там фирменные наполнители и так далее. И хочу как бы в этом видео рассказать вам о своем мнении относительно всего этого. Так что, если вам это интересно, тоже обязательно пишите об этом в комментарии. Ну и наконец, друзья, в ближайшем будущем выйдет еще одно видео о том, как склеить самп от А до Я. То есть от порезки стекла до непосредственно уже его склеивания, установки перегородок. И со всякими нюансами, как просчитать переливы, как просчитать камеру слива, как просчитать камеру подачи и так далее. То есть если для вас вот эти все три ролика интересны и актуальны, и вы хотите их видеть на моем канале, пишите обязательно об этом в комментарии. Ну и конечно же под этим видео ставьте лайк. Ну и наконец, друзья, перед уже тем, как запущу заставочку, хочу сказать вот еще такой момент. Многие на Facebook, в Telegram, ВКонтакте, да и непосредственно под самими видео задают один и тот же вопрос. Когда выйдет новое видео? Когда выйдет новое видео? Когда оно выйдет? Наконец, Андрюха, давай новый видос. Друзья, я хочу, чтобы вы все понимали, что создание качественного видео очень затратно по времени. И когда я выпускаю, по моему мнению, достаточно качественное видео, когда это видео раскрывает ту или иную тему, то что я вижу? Две, три, четыре тысячи просмотров и каких-то там 150-200 лайков, друзья. Вы знаете, мне эта ситуация совсем не нравится, потому что складывается впечатление, что в принципе вы безразличны вообще к этой информации. Вот это видео, которое сейчас вы смотрите. В момент, когда оно набирает 300 лайков, я снимаю его продолжение. То есть продолжение о том, как я собираю аквариум на 1800 литров. И каждый новый ролик будет выходить только после того, как предыдущее видео наберет минимум 300 лайков. Просто я хочу, чтобы была хоть какая-нибудь отдача для канала. Люди задают вопросы, получают от меня информацию. То есть там кто-то, кому-то я нарисовал сам, кому-то там просто помог советом, кому-то объяснил ту или иную ситуацию, связанную с аквариумистикой. В ответ я получаю только спасибо. А бывает так, что даже и спасибо не получаю. И в итоге, как бы, ну, для меня лично ничего не меняется. Поэтому минимальное, что вы можете сделать для меня и для развития канала, это поставить палец и подписаться на обновление канала. Ну, конечно же, там поделиться с друзьями и оставить комментарий. В комментариях под этим видео оставляйте, пожалуйста, какую тему вот из тех, которые я перечислил, раскрыть первой. Ну, а сейчас, друзья, я запускаю заставочку. Вы пока делайте чаек, берите печенюху и поехали. Изначально я хотел клеить аквариум силиконом Чимлюкс 9013. Но, к сожалению, нигде в Украине я этого силикона не нашел, ни в одном интернет-магазине, не говоря уже о Миргороде. И начал искать альтернативу. Так вот, друзья мои, в интернете я нашел достаточно много информации о силиконе Саудал, вот именно этом силиконе. И причем информация в большинстве случаев вся говорила о том, что вот этот силикон намного лучше Чимлюкса. Правда, он, конечно же, и дороже. Но Чимлюкс уже берут как альтернативу этому силикону. Честно говоря, им я никогда не клеил. Поэтому для меня это будет эксперимент. Значит, один тюбик мы вскрыли, попробовали, как он продавливается. Продавливается он достаточно легко. Так что я думаю, что сложностей у нас с поклейкой аквариума возникнуть не должно. Значит, заказал я вот таких вот 20 тюбиков черного силикона Саудал. Саудал и, друзья мои, вот такой вот турецкий Акфикс. Значит, это прозрачный силикон. Ну, в принципе, я много аквариумов переклеил вот таким вот силиконом. И даже аквариум на 660 литров у меня склеен таким же силиконом. В принципе, показал он себя очень хорошо. Ни в одном аквариуме, который им склеен, прострелом не было. То есть, я им очень доволен. И цена, конечно же, в три раза дешевле, чем Саудал. Этим силиконом мы будем проклеивать между собой двойное дно. И, соответственно, стяжки и ребра жесткости. Ну и помимо всего этого, друзья, я заказал вот такую вот монтажную ленту. Она достаточно широкая и очень хорошо клеится. Эта лента будет обклеиться все стекла по периметру, чтобы не засрать сильно стекла аквариума при задувании силикона. Ну и, соответственно, чтобы потом легче было сформировать ровные швы, ровные галтельки. Кроме этого, я заказал вот такую вот короночку. Это 40 диаметр коронка для того, чтобы просверлить несколько дырок под сливы, под самбы. Ну, это ножи для зачистки. Ну и саморезы по металлу с буром для того, чтобы прикрепить USB непосредственно к нашему металлокаркасу. Друзья мои, клеить аквариум мы будем на струбцинах. Вот я заказал вот такие вот струбцины. Если вы смотрели мои прошлые видео, то вы видели, какими струбцинами я пользовался раньше. Ну, на этот раз я заказал струбцины побольше и помощнее. Они достаточно недорогие. Где-то там долларов по 10, наверное. Вот каждая. Ну, примерно, плюс-минус там. Они достаточно мощные. И я уже пробовал, как они держат стекло. Мне очень понравилось, как они держат. Единственное, что к ним останется сделать еще вот уголки. И, в принципе, на них будет очень удобно и хорошо собирать весь аквариум. Что нам еще понадобится, друзья, в склейке аквариума? Это омыватель. Вот я купил два тюбана таких вот. Это обычный омыватель для стекла. Туалетную бумагу, ну, для того, чтобы там обтирать носик от силикона и так далее. То есть, чтобы там не засирать тряпки. И ватные диски для того, чтобы зачищать стекло при помощи ацетона. Значит, ацетон у меня на хозяйстве имеется. Продажи его, к сожалению, сейчас нигде нет. В связи с тем, что там наркоманы что-то там с ним делают. Ну, в общем, ацетон на хозяйстве у меня имеется. И, в принципе, друзья, вот эта вот вся мелочевка, которая вам понадобится для склейки аквариума. Больше, в принципе, ничего и не нужно. Друзья мои, помимо этого я купил там экструдированный пенопласт на подложку под сам би, под сам аквариум. Купил USB, порезал его по размерам. Но это все вы увидите уже в следующих видео, когда я непосредственно все это буду уже прикреплять, скажем, к металлокаркасу. Будем выкладывать дно. И все это вы уже увидите в следующих выпусках. Из мелочевки пока все. И я думаю, что каждый, кто стыкался с поклейкой аквариума, все это знает без меня. Ну, а те, кто не знает, вот вам, пожалуйста, ассортимент мелочевки, всяких прибамбасов, которые вам нужно приобрести для того, чтобы начать дома самостоятельную склейку аквариума. Еще момент. Значит, как я клеил небольшой аквариум с помощью струбцин и с помощью каких приспособлений, вы можете посмотреть по ссылочке, которая появится вот здесь сейчас. Там я клеил аквариум, по-моему, на 160 или 170 литров, нестандартных размеров. Ну, в общей сложности вы посмотрите. Значит, этот аквариум я клеил тоже методом продувания швов и на струбцинах. Так что, я думаю, как годный курс в это вот нелегкое дело, вы уже там сможете все это посмотреть. Ну, а если вам понравилось это видео и вы хотите продолжения, хотите видеть, как этот большой аквариум будет собираться в одно целое, как будет подготавливаться металлокаркас и так далее, обязательно ставьте палец под этим видео и подписывайтесь на обновление канала. Кстати, не забудьте нажать на звоночек для того, чтобы получить уведомления о новых видео. Ну, и напоминаю, друзья, что новый выпуск выйдет только после того, как это видео наберет минимум 300 лайков. Так что, не поленитесь тыкнуть палец вверх. На этом, друзья, у меня все. Я рад, что вы посмотрели это видео до конца. Спасибо, что остаетесь со мной. Желаю вам добра, удачи, здоровья вам и вашим питомцам. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok